Работу единственного рабочего в Российской Федерации в Центре реагирования на инциденты, я думаю, расскажут про мошенничество и проблемы. Так мы говорим с ним. Спасибо. Коллеги, здравствуйте. Я вижу, что уже вечереет, и многим трудно сохранять деятельность, почему я буду очень кратно. Тем не менее, я расскажу основные моменты, которые, на мой взгляд, возможно, прояснят некий момент для вас. Компания группа ИБ имеет собственное сердце, который был основан и так давно, примерно 2 года назад он стал официально кредитовым Ассоциацией Треста Традюсов, который ведет реестр всех национальных сердцев мира. Более того, согласно официальному положению с Координационным Центром Национального Домена в зонах РУ и РФ, сердца группа ИБ имеет право реагировать на инциденты, связанные с мошенничеством в зонах РУ и РФ, включая распространение вносного кода НСД, детской порнографии, незаконного контента. Сейчас мы покрываем три географические зоны. Это Синдепур, США и Россия. В каждой из них имеем, собственно, представителей, которые осуществляют международную кооперацию по обмену информацией о мошеннических активностях, распространении новых образцов природоносного кода, в том числе связанных с фродом в сетях суповых операторов. Но в частности, сегодня уже не раз поднималась проблема распространения спама с точки зрения фишинга, когда в спаме указывается домен. Вот в частности, только за последний квартал было заблокировано более 7 тысяч доменов в зоне РУ, которые были зарегистрированы через не национальных регистраторов, а сторонних на анонимных лицах. В том числе мы часто сталкиваемся с инцидентами и заявками, связанных с компрометацией IPPBX у частных клиентов. Свяжу от себя, что это очень большая проблема в том плане, что она очень слабо может быть контролирована, контролирована состальной операторой. Почему? Потому что в какой-то из предыдущих презентаций звучали слова о примитивных мерах с точки анализа защищенности. На самом деле, эти действия очень плотно связаны с 272-й статьей НСД, потому что без согласия клиента осуществлялись мероприятия по определению уровня защищенности. И вот скажу от себя, что мы анализировали несколько типовых договоров с клиентами, ни в одном не нашли об этом упоминание. В основном, большая часть из таких инцидентов связана с ошибками конфигурации IPPBX, с какими-то изменениями в их парольной защите, которые способствуют тому, что злоумышленники используют автоматизированные средства выявления IPPBX удаленно и негласного подключения к ним. После чего, действительно, оператор поставляет на достаточно большой счет после того, как злоумышленники успешно прозвонили и передали этот канал своим клиентам. Основные грозы безопасности для российского интернета на самом деле ничем не отличаются от тех, которые известны во всем мире. Наинтересованном на слайде. Я тебе скажу, что наиболее острые проблемы с бакнет-сетями, которые размещаются в российской зоне. Например, несколько месяцев назад нами был обнаружен и заблокирован бакнет-грум совместно с компанией Microsoft и FireEye. Как раз его центры управления были размещены на российских доменах, а некоторые из них имели способы управления с использованием обработки SMS и обработки сообщений Skype. Такой достаточно экзотический способ коммуникации между центрами управления и ботами. Потому что злоумышленники понимают, что коммуникация традиционная, через прикладные протоколы может быть легко выявленная. Естественно, изобретают какие-то новые способы отправки команд в контрольные центры. Не буду долго останавливаться на проблеме фишинга. Мы имеем достаточно большой и успешный опыт взаимодействия с национальными банками, в том числе и Сбербанк. Примерно месяц назад в совместной компании со Сбербанком голландской компанией Foxwood и голландской полицией в том числе была задержана группа хакеров, которые участвовали в хищении 130 миллионов рублей. Естественно, не за один день это все дело делалось. в онлайн-банкингах системы ДБУ с использованием специального вредоносного кода. В частности, отдельные из образцов этого вредоносного кода были направлены на мобильные устройства под известные платформы. Это Windows Mobile, iPhone, Android. В основном это именно те таргетированные платформы, которые представляют интерес безумышленника. Почему? Потому что они содержатся через свои разработки и злоумношительник может заработать специальный вредоносный код, скомпрометировать устройство, использовать его в своих интересах. В частности, наибольший риск представляют устройства, которые неофициально разводчены. Например, джеллбрекнутые iPhone, которые имеют сниженные политики регистрации новых приложений. наиболее, использовать в себе. Наряду с этим очень остро встает проблема распространения фишинговых ресурсов на мобильные порталы онлайн-банкингов. Как известно, примерно 17% известных банков, топ-10 банков, используют онлайн-банкинги без приложения, то есть без необходимости установки практически тонкого клиента на приложение, используются в интерфейсе. И даже отдельно и важно при этом предстоит клиенту заполнять форму с указанием его реквизита доступа. Подобный метод активно эксплуатируется злоумышленниками, в том числе при распространении спама на таргетированную зону клиентов, когда злоумышленникам известны их реквизиты, что они являются клиентами конкретного банка, чтобы потом использовать это в методах хищения денежных средств. В основном используется следующая методика, что телефон абонента временно блокируется в момент осуществления хищения, делается клипа с помощью смс-фуга на конкретный телефон, причем для этого не нужно здесь, как вы сами понимаете, что социальный изобретатель. В основном большая часть таких методов осуществляется путем автоматизации скайпа, закупаются предоплаченные номера скайпаут, кладется баланс, после чего осуществляется атака на клиентский телефон. По поводу морфологии спама, теперь скажу, что мы анализировали несколько методик, связанных с выявлением спама в сетях мобильных операторов. Скажу, что эта проблема очень неоднозначная, потому что она связана с анализом морфологии. Анализ морфологии абсолютно отдельная тема, которая также содержит в себе такое понятие как ложное срабатывание. Соответственно, на нее нельзя полагаться в полной мере. В атнет-сети, с которыми мы сталкиваемся, наш СЕРТ осуществляет контроль выявления в атнет-сети в разных географических зонах, используется при этом социальная технология анализа конкретного бота, то есть зараженной станцией извлекается экземпляр вредоносном ПО осуществляется автоматический декрипт, то есть в течение конфигурационного файла подключения к контрольному центру, после чего специальным образом с бакнета извлекается информация. Соответственно, эта информация содержит данные о скомпрометированных клиентах, их паролях, формах, иногда даже ключах доступа к онлайн-банкингу. Мы осуществляем разбор этой информации и передачу непосредственно в ответственную структуру, в основном это банки. ответственные подразделения банков, отвечающие за расследование инцидентов, связанных с уродом и мошенничеством. В основном сейчас на черном рынке преобладают четыре основных вида ботов. Это ботов, направленных на хищение денежных средств и реализация дебюс-адак, это карбер, спай-ай, цитадель. Это новые виды вредоносном кода, которые характеризуются активной видоизменяемостью. В этом плане можно отметить, что примерно 60% вредоносном кода направленных хищения в ДБО до сих пор не обнаруживается современным активирусным поводом, в том числе именищим проактивную защиту. Это связано именно с большой видоизменяемостью использования техник обхода активирусного программа обеспечения. В частности, не так давно мы столкнулись с появлением уязвимости нулевого дня в Adobe 10, Adobe Reader. В этом плане хочется отметить, что вредоносные коды используют именно недокументированные техники эксплуатации тех или иных уязвимостей, связанные с обходом встроенных песочниц. То есть, когда код может быть выполнен строго в конкретном предложении. Это нас ждет, по крайней мере, на ближайшие годы. Такие уязвимости еще не обнаружаются антивирусным по хостовым и авторологическим уровнем приложений и многими системами предотвращения вторжений. Распределение типа угроз в российской зоне интернета примерно такое, представлено на слайде. Доминирующая часть это вредоносных ПО, отчасти хорошо отчеты любых российских вирусописателей можно похвалить, что, пожалуй, именно они наряду с индийскими и разделяют рынок вредоносного кода примерно попало в мире, потому что по происхождению вредоносного кода направлено на банки, на профессиональное хищение, что за ними стоят выходцы из стран СНГ и России. Примерно 30% это фишинг, то есть традиционное мошенничество с незаконным использованием доменов, доменных имен. В отношении них мы осуществляем мониторинг появления новых доменов в зонах РУРФ, их анализ, в том числе анализ контента, что способствует выявлению эксплойтов, новых эксплойтов, образцов предноносного кода и много чего еще. Отдельный сегмент занимает защита бренда и интеллектуальной собственности. Кстати, в соответствии с новыми правками, которые были сделаны как персональным центром, незаконное использование на своих ресурсах интеллектуальной собственности либо чужих брендов может быть специальным образом пресечено но для этого требуется специальное заключение эксперта, что предполагает под собой заверение веб-страниц проведения специального расследования, которое восстановит идентичность заимствования бренда либо распространения контрафактной продукции и так далее. В том числе под этим понятием рассматривают запрещенный контент, в частности связанный с детской порнографией. Два года назад мы с этим столкнулись достаточно плотно при задержании Леонида Куваева это восьмой по опасности спамер в мире был, который распространял примерно 30% спама нелегальных партнерок и спама в интернете вообще. Совместная компания была реализована с БСТМ и МВД и с несколькими международными агентствами. Как я уже сказал, основной вектор, который подразумевает свой злоумышленник это монетизация собственной деятельности. Вам, как представителям операторов, это наверняка известно, я не буду на этом долго останавливаться. В основном наибольший эффект от нашей деятельности осуществляется сейчас именно в российской зоне. Несмотря на это, мы имели опыт выявления вредоносного кода в других географических зонах совместно с представителями секретной службы США, Financial Крамик, Юнит Великобритании и других правоохранительных органов. В частности, совместно с Майкрософтом был закрыт поднет Марква, который размещался, контрольный центр которого размещались в элементы которого размещались с использованием программного обеспечения Skype для скрытой коммуникации. Более подробно о деятельности СЕРТа группы IB можете узнать на официальном сайте координационного центра. Мы осуществляем свою деятельность в настоящий момент совместно с Лигой безопасности интернета, которая отвечает за сегмент детской порнографии, все вы знаете, что вошли поправки 149-й закон касательно формирования так называемых черных списков. Достаточно остро возбудили многих хостинг-провайдеров, просто телекома два дня назад проходило совещание в стационарном центре Роскомнадзора по этому поводу. Наша организация вошла в состав рабочей группы потому, что будет иметь возможность оказать содействие с точки зрения экспертной оценки. Принадлежит ли тот или иной ресурс запрещенной категории для последующего блокирования. И вот уже сейчас, как наступило 1 ноября, в этот поправки вошли в силу, мы ощутили достаточно большой уровень машинства в том плане, что злоумышленники научились выявлять подсети регулятора, в частности подсоветки Роскомнадзора, которые осуществляют модерацию отправляемых ресурсов на блокирование и поставляют для них либо белые странички, либо абсолютно легитимные ресурсы, что ставит определенные проблемы. Почему сейчас разрабатываются специальные алгоритмы пресечения такой деятельности и обеспечения конкретного механизма определения и соотнесения ресурсов к запрещенному контенту. Как я уже сказал, мы являемся авторизированным сертом, входим в ассоциацию Трасса Контрадьюса, в следующем году мы будем аккредитованы ассоциацией Ферст, в которую входит только государственные секты и национальные секты, сейчас находимся в процессе аккредитации. Основная технология работы заключается в систематическом сборе информации, в том числе от лиц проживающих в зарубежном государстве, поиск доказательной базе, подготовки направления обращения в правоохранительные органы, очень часто мы содействуем потерпевшему в том, чтобы его заявка успешно была перенаправлена в правоохранительные органы, для этого был создан соответствующий отчет и заключение эксперта. Соответственно, в настоящий момент, немного подробнее расскажу, у нас ведется несколько внутренних баз, это база по фишинговым ресурсам, нами запущен ресурс antifishing.ru, который круглосуточно собирает заявки от пользователей интернета по фишингам и мошенническим активностям. Собственная база по фроду в онлайн-баркинге, так называемый фрод-монитор, это база, в которую банковское сообщество добавляет транзакции, адресованные на организации, которые занимаются обналом, либо на так называемых дропах из людей, которые участвуют в незаконном обналичивании денежных средств, туда же мы добавляем данные собственного мониторинга, извлеченные из бадной сети. Подробнее о сборе доказательной базы я скажу, что этот процесс очень осложнен в связи с особенностями нашего законодательства. В частности, сейчас нет явного определения многим преступлениям, которые осуществляются в интернете, либо определены очень четко. Почему по таким правонарушениям, как спам, сетях, судовых операторов, флук, на самом деле нет обширной судебной практики. за последний год некий срез обращений, который нам был обработан в количественном масштабе, это те инциденты, которые были завершены до конца. В следующем году мы прогнозируем увеличение человеков обращений, тем не менее, путем кооперации с нашими партнерами, которые представлены на слайде, мы намерены обеспечить должный уровень поддержания защищенности российского интернета. Спасибо. Анатолий, большое спасибо. К сожалению, вопрос у нас времени уже не осталось. Отъявляю, что у нас спасибо. Спасибо. Спасибо.